Пока пресс-конференция Путина и Оланды не началась, давай обсудим с экспертом в студии РБК в отеле Арарат Хаят Игорь Суздальцев. Да, потери возможны. Генеральный директор компании ИКТ Менеджмент Игорь Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот основные направления, по которым собирается бить Москва, обозначены примерно в общих чертах. По порядку предлагаю. Вот если ограничат поставки в Россию турецких товаров и продовольствия, как это по нам может ударить? Сколько процентов инфляции плюс получим? Спасибо за ваш вопрос, Елена. Хотел бы начать, может быть, с ответа на вопрос, который вы задавали всем зрителям РБК ТВ о том, надо ли отвечать, не надо ли отвечать, поскольку из этого вопроса вытекает и ответ на второй вопрос. На мой взгляд, отвечать надо, потому что мировая политика построена по праву сильного. И если мы сейчас не ответим, то нас просто заклюют. У нас сбили боевой самолет, за это надо отвечать. Ударом на удар и военным, и экономическим, это без сомнения. С другой стороны, совершенно понятно, что привело к ситуации, поэтому надо вопрос решать по Сирии. Как-то так Сирия уже очень дорого нам обходится. А вот в этой ситуации, куда мы уже попались, которую уже не выйдешь, совершенно очевидно, что общее влияние будет умеренно негативным. Я бы так сказал, по всем направлениям. Но мы, в принципе, внутренний финансовый рынок уже готов. К этому мы понимаем, что будет подсползание и по нефти, и по рублю, и по российским фондовым площадкам, финансовым инструментам. Поэтому никого ничем не удивишь. Будет ли оно большим, катастрофическим, огромным? Нет, однозначно. Это просто есть факторы, которые гораздо более влияют, которые могут оказать влияние. Самое главное, не допустить начала действия этих факторов. Прежде всего, конечно, речь идет о недопущении какого-то лобового конфликта России и стран НАТО, прежде всего военного. Вот это будет резкое падение. А если мы даже разорвем отношения все с Турцией, то, еще раз повторю, умеренно негативное влияние. Игорь, вопрос двух порядков. Одно дело туристы, потому что это деньги, которые в Турцию идут. Одно дело турецкий импорт. Это тоже, собственно, программа импортозамещения будет работать. Ну, вопрос, как она будет работать, другой вопрос. А третий, или даже четвертый уровень, это наши поставки. Наши поставки на органосители, наши поставки зерна в Турцию, газа, прежде всего. Вот здесь убытки и здесь тяжесть ложится на наши плечи. Вот как вы считаете, если до этого дойдет, вот что это будет означать для рынка? То есть это уже окончательно шаг перед следующим ответом, который уже носит не экономический характер, а военный характер. То есть вот как расценивать это? Ну, так, чтобы правильно реагировать. Понятно. Рынок уже расценил. Сегодня продаются акции «Газпрома» и «Аэрофлота», потому что все понимают, что поставки газа будут снижены, и авиасообщение будет ограничено, либо прекращено. Естественно, это ударит по выручке этих двух крупнейших компаний. Понятно, что и сейчас рынок изучает, а кто еще, так сказать, в этой ситуации может пострадать. Какие-то связанные бизнесы, естественно, их тоже будут продавать. Просто это уже происходит. Тут какой-то дополнительной нагрузки или дополнительных действий предпринимать никто не будет. Тем более, что, вот я смотрю, с некоторым оптимизмом звучит сегодня, что Турция точно не перекроет Босфоры и Дарданеллы в силу каких-то международных обязательств. Я вас умоляю, если будет война, лобовое столкновение, какие международные обязательства? Это все, так сказать, забывается через одну секунду. Одну секундочку, важная новость. Вот когда я вижу, что уже после того, как Эрдоган французам сказал, что я звоню, но он не отвечает. Итак, сообщение о том, что Эрдоган и Путин будут иметь телефонный разговор сегодня вечером или завтра. Это сообщают турецкие средства массовой информации. Но вообще, президент Турции предложил Путину встретиться в Париже 30 ноября, но ответ пока не получил. Но, судя по всему, сейчас идет движение в этом направлении и, может быть, конфликт удастся каким-то образом смягчить. А я хочу у вас уточнить. Вы допускаете вероятность того, что проливы Босфора и Дарданеллы могут перекрыть для российских судов? Да, вполне. Найти юридическую какую-то уловку или пункт в законе – это легко. Основания для фосмажора, враждебности и так далее – это все. Но в этой ситуации они найдут легко, если захотят. Но это же удар не только по России получится. Нет, они закроют только для России. Остальные-то сюда будут проходить. Ну, мы знаем, наш ракетоносец идет, да, на севере у нас какие-то конфликты, на севере Сирии, допустим. А ракетоносец проходит через Стамбул. А ракетоносец – это одно дело. А есть ли танкеры с нефтью? Там же тоже из Черного моря? Даже фантазировать не хочется. Я просто даже не представляю, как эти военные действия будут идти в акватории Черного моря. Как это все будет разворачиваться? Просто это фантазии уже из какой-то черной фантастической книжки. Даже трудно представить. А вы могли представить себе два месяца назад, что мы будем воевать в Сирии? Я, например, нет. Нет, в Сирии я мог представить, но в Украине я не мог представить лет 10 назад. Это вообще у меня никак. Ну, хотя все бывает. Ну, и то, что так будет развиваться с Турцией, хотя многие обращают внимание, что нужно учить историю. С Турцией Россия воевала многократно. Слушай, это было давно уже. Мы даже отдыхаем в основном. Спасибо, судей. Мы воевали со всеми соседями многократно, поэтому что ж ты теперь? Ну, что ж, спасибо. В суде Рыбакова Деляра Атхаят был Игорь Суздальцев, генеральный директор компании ИКТ Менеджмент.